В общем, вся суть в том, что сейчас все больше и больше устройств имеют возможность подключаться к интернету, и абсолютное большинство из них управляется удаленно, через веб-интерфейс, телнет и другие протоколы. Именно этот факт и натолкнул Джона Мезерли создать поисковую систему Showdown, которая непрерывно индексирует сеть и пополняет свою базу данных все новыми и новыми устройствами, подключенными к интернету. Что это за устройства? Ну вот парочка примеров. Роутеры, телефоны, принтеры, систему управления городским трафиком, то есть светофоры, камеры безопасности, веб-камеры, систему умный дом, холодильники и даже систему управления ядерной электростанцией. Вся эта информация сортируется и любой желающий может найти и попробовать подключиться к тем или иным устройствам. Но правда на момент записи этого видео есть некоторые ограничения. Незарегистрированные пользователи могут видеть лишь 10 хостов по каждому поисковому запросу, а зарегистрированные 50. Давайте попробуем поискать, например, устройства из моего города, используя специальные поисковые конструкции. Пишем запрос city, двоеточие, белгород в кавычках. И в результатах поиска видим нефильтрованную поисковую выдачу только тех устройств, IP-адреса которых располагаются в Белгороде. И вот я сразу вижу роутер в поисковой выдаче, его выдает стандартное имя DSL2640NRU. А раз имя не изменено, скорее всего логин и пароль для управления этим роутером тоже оставлены по умолчанию. То есть admin-admin. И так оно и есть, я могу подключиться и делать все что угодно, но помните, ваши действия на вашей совести. Давайте попробуем немного изменить поисковые запросы, поискать только устройства с веб-интерфейсом, так как к ним проще всего подключиться. Пишем city, двоеточие, Moscow в кавычках, порт, двоеточие 8080, камера. И в выдаче мы уже увидим устройства, которые располагаются в Москве, в названии которых есть слово камера и порт для подключения равен 8080. То есть подключиться можно по протоколу HTTP через обычный браузер. Большинство камер, роутеров и прочего оборудования имеют систему авторизации и требуют ввести логин и пароль. И у многих из них эти значения оставлены по умолчанию. Но эти стандартные значения могут быть различны. Например, у большинства роутеров пара логин-пароль равна admin-admin. Но у некоторых нужно ввести только логин, а у других оставить поля пустыми. Вариантов много. Если вы нашли устройство, которому хотите подобрать стандартный логин и пароль, смотрите на модели фирмы-производителя. Идите на сайт и скачивайте мануал по настройке. Там вы найдете стандартные значения. Но учтите, что если роутер, камера или принтер настраивались профессионально, то пароль вероятнее всего изменен и его будет подобрать гораздо сложнее. По поводу всего этого я могу лишь сказать, что если вы системный администратор или просто эндусиаст, никогда не оставляйте стандартные пароли и логины. Не надейтесь на то, что никто не станет искать именно вашу камеру или роутер в интернете. Как вы видите, это очень просто и автоматизировано. Будьте внимательны. Если вам интересна эта тема, то ставьте лайки и пишите в комментариях, что бы вы хотели узнать по поводу этого поисковика.